МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Поджиглись в дом культуры, в котором находился кабинет участковых. Зажгли, заходили по хулиганству. Всемирному дню донора посвящается. Об акции, прошедшей на территории парка «Россия. Моя история» расскажем сегодня в выпуске. Победите в конкурсах лучей в домах России 22-го года. Она из украшаем. За победу за наших в Агульском районе прошел турнир подзюдо на призы Героя России Зулкаида Акаидова. Смертельное ДТП в горах. В Шамильском районе в результате падения автомобиля в обрыв погибла туристка. За рулем машины «Фольксваген Тигуан» находилась 41-летняя жительница Нижнего Новгорода. Она не справилась с управлением и съехала в обрыв высотой в 100 метров. В результате происшествия женщина скончалась на месте, а 11-летний пассажир из Севастополя с различными телесными повреждениями госпитализирован в больницу. В селе Гиджух злоумышленники подожгли опорный пункт полиции. Накануне вечером они разбили окно и закинули туда бутылки с зажигательной смесью. Подозреваемых вскоре задержали и доставили в отдел. Ими оказались трое молодых жителей села. Задержанные заявили, что это была их месть участковому за постоянный контроль. Все мстители оказались ранее судимы. Совершил поджог в Дом культуры, где находился кабинет участкового. Осадение сознаю жителей села Гиджух. Я совершил в Дом культуры. И находится в участковом отделе. Я сознаю сосадение. Поджог, поджиглись в Дом культуры, в котором находился кабинет участкового. Зажгли. По хулиганству. Сотрудники госинспекции по маломерным судам и специалисты МЧС провели рейд по патрулированию туристических катеров. Сотрудники проверили регистрационные документы на судно, а также сооружения и причалы для стоянок. В ходе осмотра были выявлены нарушения правил перевозки отдыхающих и неорганизованные стоянки маломерных судов. С туристами и владельцами плавсредств были проведены профилактические беседы. В Махачкале проходит марафон, приуроченный ко Всемирному дню донора. Он отмечается традиционно 14 июня. Цель мероприятия – вовлечь как можно большее количество людей в процесс сдачи крови. Об участниках и организаторах акции, которая прошла на площадке исторического парка «Россия. Моя история» расскажут наши корреспонденты. Победитель конкурса «Лучи» Донор России 22 года. Атай Султан Шаев. Крови много не бывает, особенно для тех, кто в этом остро нуждается. Султан Атаев это знает не понаслышке. Он участвует в донорских акциях более 13 лет и сегодня заслуженно получил звание «Лучший донор России». Я больше всех сдал тромбоциты. 67 раз по всему Дагестану, получается, больше всех сдал и попал в всероссийский конкурс. И там пришло благодарственное письмо за счет донорства тромбоцитов. Тромбоциты – это не просто так сдаётся, она сдаётся именно в нужный момент. А хранение тромбоцитов не более пяти или шести дней. Поэтому приходится ждать вызова, они вызывают меня. Но так как у меня они быстро восполняются, хвала Аллаху, я каждые две недели могу сдавать. Поэтому такое количество, 67 раз получилось. 14 июня – это их день. Почётных доноров, победителей всероссийского конкурса и активистов движения награждают почётными грамотами и благодарственными письмами. Сегодня отмечается Всемирный день донора. Он был утверждён в 2004 году по инициативе Международного общества здравоохранения, Международного общества переливания крови и Красным крестом, чтобы обратить внимание общества на значимость переливания крови и что она влияет на судьбу миллионов людей. Ежегодно около пяти тысяч человек сдают кровь впервые. А станция переливания крови принимает от 18 до 20 тысяч доноров. Я сдаю кровь 25 раз. Какие ощущения на 25 раз? Сегодня удивился, даже смеялись мы. Настолько быстро она засунула игрушку, я даже не почувствовал. Что бы посоветовали молодому поколению? Не бояться. Не бояться приходить – это не страшно. И тем более, ты понимаешь, что спасаешь реально кому-то жизнь. Всероссийский донорский марафон в Махачкале будет проходить с 10 по 17 июня. Участие в акции может принять любой желающий. Саид Меджидов, Нурмагомед Нурмагомедов, Новости ННТ, Махачкала. Ушел из жизни дагестанский юморист Халил Мусаев, комедийный актер и участник команды КВН «Махачкалинские бродяги». Он снимался в республиканских проектах «Горца от ума», а также в популярном сериале на центральном телевидении «Даешь молодежь» и других фильмах. Халилу было всего 48 лет. В соцсети размещено одно из последних видеоартиста за несколько часов до того, как он попал в больницу из-за проблем с сердцем. Конкур В конно-спортивном комплексе «Зебра» прошел настоящий олимпийский конкур. 25 участников из Дагестана и Чечни боролись за звание лучшего. Призовой фонд – 200 тысяч рублей. Для гостей была представлена обширная культурная программа, а также вкусное угощение. Мой коллега Карим Даниев теперь не понаслышке знает, что конкур – это самый зрелищный из конных видов спорта. Ему слово. Конкур – один из самых красивых и сложных видов конного спорта. В Дагестане он находится на стадии возрождения. И здесь, на территории спортивного комплекса «Зебра» проходит первый официальный чемпионат республики. Клуб «Хорсес-5» – город Махачкала. Это рыжий жеребец буденской породы 2011 года рождения. Хадиджа меньше года назад села впервые на лошадь, а конкуром занимается 9 месяцев. Ее портфолио уже 4 старта. Хадиджа Халилова – самая молодая участница соревнований. Ей всего 11 лет, но в седле она держится уверенно. На возраст тут никто не смотрит. На первом месте – навыки и умения. Часто выступаешь на соревнованиях? Ну да, когда бывают соревнования, всегда не выступаю. Пока первых мест не было, но были и вторые, и третьи, и четвертые. Ну все впереди, да? Да. Как сегодня прошел заезд? Ты довольна или… Сегодня, ну, можно было и лучше, конечно, но так получилось. Всего в соревнованиях принимает участие 25 человек. Они оспаривают награды в трех дисциплинах с высотой препятствий 60, 80 и 100 сантиметров. Призовой фонд соревнования – 200 тысяч рублей. Победителем стала Яна Сергеева на лошади по кличке Грин, конно-спортивный клуб «Зебра». Этот турнир пока что регионального уровня, но учитывая темпы развития олимпийского конного спорта в республике, чемпионат имеет перспективы стать всероссийским. Данный факт отметил и эксперт конкурса, главный конный комментатор страны Евгений Скомаркевич. Ну, это муниципальные соревнования, будем говорить, на сегодняшний день, которые в скором времени, я думаю, перерастут в статус всероссийских соревнований. И сюда приедут лучшие представители нашей страны, и не только. И мы увидим здесь, в Дагестане, очень красивый конкурс. На сегодняшний день он уже красивый, потому что всадники уже опытные, едут хорошо, не хуже московских спортсменов ни разу. То есть всадники, которые выступают на уровне. Но, думаю, в ближайшее время сюда приедут очень многие и увидят эту красоту, и просто ахнут. 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 Именно ахнут. Хорошо. Спасибо большое. К лошадям у дагестанцев особая любовь. Поэтому и трибуны полные. Соревнования по стиле и значимые гости. Среди них духовный лидер республики Шейх Ахмад Афанди, председатель народного собрания Заур Эскендеров, а также другие официальные лица и известные спортсмены. Специально на чемпионат приехал и экс-мэр Олимпийского Сочи, а также представитель президента Совета Федерации конного спорта. Это очень красивый вид спорта, олимпийский вид спорта. И вот эта связь человека с лошадью, и когда это превращается в такой красивый вид спорта, когда такая прекрасная площадка, прекрасные кони, может быть, пока сегодня не очень большие высоты, но мы обязательно будем поднимать планки каждый год. Вот такие у нас планы. Организаторы турнира позаботились и о маленьких зрителях соревнований. Вниманию детей и их родителей была представлена обширная культурная программа с выступлением аниматоров и другими развлечениями. Карим Даниев, Магомед Магомедов, Новости ННТ, Махачкала. За победу «За наших» дзюдоисты из 15 муниципалитетов Дагестана сошлись на открытом республиканском турнире в Агульском районе. Право стать лучшим в спортзале села Атпи госпаривали юноши в возрасте до 18 лет. Ежегодные соревнования в честь Героя России Зулкаида Каидова посвятили Дню России. Курбан Рагимов продолжит. Эффектные броски, приемы и захваты юные дзюдоисты показывают всю красоту своего вида спорта. Второй республиканский турнир на призы Зулкаида Каидова собрал более 200 спортсменов. Махачкала, Дербент и Кизелюрд, Хиф, Маджолис и Чинар свой состав привезла и спортшкола из Краснодара. Все это лишь половина команд, приехавших в Высокогорно-Агульский район, бороться за первые места. Республика Дагестан – это самая мононациональная республика среди субъектов Российской Федерации, где на такой маленькой площади проживает столько коренных народов. И наша история не знала конфликтов на межнациональной основе. Почему? Потому что наши предки нам завещали вот так жить, у них этого не было. Поэтому мы тоже должны продолжить эти традиции, а проведение таких мероприятий, спортивных и других, только укреплять эти отношения. Почему? Потому что здесь очень много людей с разных национальностей принимают участие, с разных районов и городов. Они приобщаются к традициям, обычаям, к кухне Агульского народа. То, что в Агульском районе поддерживают спорт, особенно поддерживают вид борьбы джудо, это очень приятно нам, как джудаистам, как тренерам, как судьям по джудо. Ну, сегодня прекрасный праздник, очень много почетных гостей. В прошлом году тоже был аналогичный турнир, очень прошел хорошо. Сегодня, вот сейчас тоже, этот турнир проходит на самом высоком уровне. Тренера постарались, очень спортсмены, очень хорошо подготовлены. Яркие по накалу схватки джудаисты выдавали еще с самой ранней стадией. За всем этим зрелищем наблюдало много почетных гостей. Мероприятия посетили руководители региональных министерств и ведомств, а также гости из муниципалитетов республики и субъектов страны. На самом деле, спорт – это тот отрасль, который нас всех объединяет. И на самом деле, мы сегодня видим здесь в зале очень много гостей, разных национальностей, разных городов, со всей республики приехали. И турнир проходит на очень высоком ориентированном уровне. Очень хотелось бы пожелать Аугульскому району, прекрасному, горному, красивому. Все гости, которые здесь сегодня находятся, я вижу, мы вне зала, вне борцовских ковров. Мы встречаемся, общаемся. Все довольные, все радостные. Я первый раз, когда приехал, оставил душу в этом месте. Очень сильно понравилась природа, сама обстановка на высшем уровне, гостеприимство. Турнир проводим уже второй год. Я думаю, иншалам, он будет уже ежегодным турниром, который мы будем проводить в нашем Агульском районе. Это как бы стал праздник уже, праздник Агульского района, где собираются все выходцы из всей республики. И что хочу сказать о самом турнире, он организован на самом высшем уровне, благодаря, конечно, нашему главе, Кайдову, Закире Гусейновичу. Сегодня много гостей приехали, которые стали участвовать. Обладателей медалей, грамот, а также ценных призов определяли в 13 весовых категориях. Победителей награждал сам герой России Зулкаид Каидов. К этому турниру в районе подготовились основательно. Участие в таких статусных соревнованиях, считают организаторы, станет хорошим стимулом для всей агульской молодежи сегодня и в будущем. Курбан Рагимов, Мурат Бейкбарзов, телеканал ННТ. 55 медалей разной пробы завоевали дагестанцы на Кубке мира по смешанным боевым искусствам Ориентал ММА. Турнир прошел в городе Туапсе Краснодарского края. В спорт за награды вступали около 300 спортсменов, которые выясняли отношения в четырех разных дисциплинах этого вида спорта. Команда из Дагестана была одной из самых представительных. Большинство участников вернулись домой с медалями. На первую ступень пьедестала поднимались 40 бойцов, что позволило сборной стать первой в общем зачете. Успех республиканской команде обеспечили воспитанники президента Федерации Ориентала Дагестана Бодави Гасанова, а также тренеров Али Марашидова, Амира Перунова, Расула Алиева и Камиля Капурова. И на сегодня у нас все. Смотрите нас также в социальных сетях ВКонтакте и Яндекс.Дзен. Всего доброго, до свидания. Субтитры подогнал «Симон»!